ХВАТИТ ПОЗОРИТЬ Минуточку. И все? Вы понимаете, что нынешняя эпоха – это эпоха идиотов у власти? Причем она продолжается. Но мы, собственно говоря, по этому пути и идем. Но мы, господа, в программе «Як и кончены» не боимся давать правильные ответы, преодолевая естественную в этой ситуации брезгливость, продолжаем исследовать глубины путинского маразма. Вы совершенно правы. Так и надо. Ведем подробную летопись развала Кровавой Путинской империи. Так что спешите ужаснуться, улыбнуться и трезво содрогнуться, господа. В Красноярском крае прокуратура потребовала немедленно изъятия с продажи и уничтожить книгу «Вредные советы» Григория Остра. Думаешь, я не знаю у вас интеллигенцию? Вы все потенциальные предатели. Хотя странно, многие из представленных в этой книге советов звучат очень актуально и пользительно для нового поколения россиян. Если трудно вам учиться на юриста-программиста, если умозаключения не даются вам никак, то в доносчики идите. Там вообще не надо думать. Не учиться, не работать. Знай доносы, сочиняй. И так же не может быть! Если верить официальным данным Роскомнадзора, только за первые шесть месяцев прошлого года граждане направили в органы свыше 145 тысяч доносов. Вот вы и попались! Это все-таки сигнал. И это такое чувство, которое я до этого не испытывал. Счастье накануне предательства. Вот про это надо говорить. Городиться своей страной своими правителями. Россия стала привлекательной альтернативой западного цивилизационного развития, заявил патриарх Кирилл после литургии в главном храме вооруженных сил Российской Федерации. Это варвары. Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта. Это почти звери. Я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим. А ведь дедушка все верно сказал, пишут комментаторы. Хотя сам и не понял, что. Мы согласны. Действительно, на границах страны должны висеть огромные плакаты с текстом «Россия – альтернатива цивилизационному развитию». Все это направлено на то, чтобы потонул человек в этих волнах. В известной степени это успех. А о том, что россияне живут в самой прекрасной стране, а остальные страны им завидуют, задолго до патриарха рассказала наша Раша. Ну уж как ненадежно все это. А мирные украинцы, которые ничем не угрожают России – это все нацисты, бандеровцы и террористическое отрелье. Если нужно кого-то подмять – подомни, обмануть – обмани. В то время как Талибан, где важным элементом обеспечения безопасности является отрубание рук – это нормальные, адекватные партнеры. Какое тебе дело до этой чужой жизни? Чего? А зачем нужно делать добро людям? Один раз живешь. Да уж, подозрительно. Знаете, а ведь если задуматься, пишут комментаторы, то при Путине Россия все-таки совершила огромный рывок. Да, но рывок в прошлое. Туда ему дорога. Уничтожив тем самым настоящее и будущее страны. Вдумайтесь, кроме победы над Гитлером, стране больше нечем гордиться. Мне кажется, что все присутствующие здесь, да и вообще люди, которые хоть маломальски следят за происходящими событиями, понимают – это невозможно на сегодняшний день. Идиотизм какой-то. Причем победы невозможны без союзников, которых теперь победители не устают хаять и ненавидеть. Это же не просто абсурд, это не глупость, это не ущербная логика, это преступление. Вот теперь верю. Путин в шестой раз с начала года пожаловался, что его надул Запад. Одули. Просто нагло обманули. За весь 23-й год таких жалоб было всего семь. Да, Владимиру Владимировичу пора определиться, пишет телеканал «Усы Пескова». Кто он, то ли великий стратег и геополитик с набором многоходовочек, который всех уже давно переиграл, или же жаба с соломинкой в пятой точке, которую все надувают. Ничего здесь непонятного. Мне кажется, все понятно. Класс! В смысле, это, конечно, плохо. Тетя Роза отмечает, что постоянно ошибочно пишут, будто бы Путин вышел из подворотни. Это не так. Путин не вышел из подворотни. Он втащил в подворотню всю Россию. В основе всего этого лежит презрение. Вот это самое главное. Все выглядит тупо и бездарно. И что? Очевидно же, все взаимосвязано. Экономику он посадил в G, пардон, в точку G, развязал войну. Ну, в общем, шанс был вот зеро. Здесь я ничего не прибавил, не убавил. Поэтому надо заткнуться и рыдать, предчувствуя свою судьбу. Добрые данные добро дошли. У меня говорящая лошадь! Она мне что-то говорит! Лавров заявил, что Россия активно расширяет сотрудничество с Буркино-Фасо, в том числе в военной сфере. Шли к этому несколько лет. Была проделана масштабная работа, результаты которой видны сегодня. В Буркино-Фасо давно нет законной власти. Считаем этот проект важнейшей составляющей для укрепления связывающих наши народы братских уз. Там правит хунта, которая свергла президента, пообещала выборы, а потом решила их не проводить. Хотел бы выразить признательность всем, кто участвовал в воплощении в жизнь этого трудоемкого проекта. Причем свергнутый нынешней хунтой президент Каборе был единственным за всю историю Буркино-Фасо демократически избранным главой государства. Это кощунство! Момент поистине исторический. До него там тоже правили исключительно диктаторы, совершавшие госпереворот. Нельзя предавать забвению подвиги наших предков. Здесь мы с вами на одной, единственно правильной стороне истории. В стране, сами знаете, обстановка достаточно тяжелая, и мы хотим поддержать нашего президента теми силами, которыми мы владеем. Лидершу движения «Ведьмы за Путина» задержали за оскорбление чувств верующих. Направь пути Владимира Путина верно и правильно, через слово моё. Ух ведьма! Честно признаться, да. Сложно стало понять, жалуется Александр Морозов, где свои, где чужие. Ну, наверное, бросят её в воду, и если утонет, то тогда оправдают. Мешок на голову и... Да, это верно. Очень правильное решение. Воистину! Воистину! Бывшего сотрудника ФСБ и трёх ветеранов бойцов ЧВК «Енот» оправдали по делу о краже и разбойном нападении. Я даже не знаю, как на это реагировать. Гособвинение просило до 17 лет колонии, но суд вынес оправдательный приговор. Правосудие продано! Тем временем, 67-летняя педиатра Буянова, которая всю жизнь лечила детей, сидит в СИЗО из-за обвинения в фейках об армии. Если это высосали не из пальца, то у меня плохие новости для отсасывающего. Палец был предпочтительней. Она якобы сказала своей пациентке, что её бывший муж был законной целью в Украине. Но этого разговора никто не слышал. Это круговое нагибалово. Это, пожалуй, всё, что нужно знать о справедливости правосудия путинской России. Это Россия, сынок. Путин заявил, министры и губернаторы должны работать так, как наши ребята на линии фронта. Давайте попробуем углубиться в проблему. То есть министры и губернаторы прямо внутри России должны стрелять по школам, устраивать массовые казни мирного населения и воровать унитазы и стиральные машины? Такие и мы. Кушайте, не обляпайтесь. И мы гордимся тем, что мы такие. Спасибо, Путин. Всё понятно. Ну, просто вот вы что не придумывайте, а по-другому не будет. Вот она забота о подрастающем поколении. Пишет телеграм-канал Скрипоносцы. Погоди, тут что-то неладное. В ГАЗДУМе призвали отменить единый государственный экзамен, чтобы школьницы могли быстрее рожать. Шикарный план, шеф. Сергей Миронов назвал этот экзамен идиотизмом, который надо срочно отменить. Что, вообще, что ли? Он утверждает, что это серьёзно давит на психику детей, и они не хотят рожать. О, кошмар. А может, и школа детям не сильно нужна? Она ведь тоже давит на психику. Это та правда, которая необходима людям. И давайте все вместе. Товарищ Путин, вы большой учёный. Во всех науках знаете вы толк. Максим Мирович пишет, что Путин во всём старается подражать Сталину. Сумасшись! Да. Он теперь возглавил Попечительский совет Российской Академии Наук. Нет таких примеров в новейшей истории. Академики из Академии единогласно выступили за такого мудрого руководителя. А кумир Путина Сталин стал почётным членом Академии Наук в 1939 году, в разгар массовых репрессий. Только глупцы и фанатики всегда уверены. Я, например, абсолютно уверен. В чём? Во всём. Субтитры сделал DimaTorzok